приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня мы рассмотрим в нашем выпуске что мы можем делать в саду на огороде на что обратив внимание в нашем здоровье и можно ли покупать какие-то дорогостоящие товары в период с 3 по 6 сентября 2022 года как всегда начнем с рассмотрения агрогороскопа в период с 3 по 6 сентября время киевское у нас два дня суббота и воскресенье попадают на время растущей луны в знаке стрелец но 3 это будет переход луны из 1 во вторую фазу поэтому в этот день это маленькая полнолуние или новолуние стрессовой ситуации для земли для всего что живет на земле и в земле для человека но естественно для семян для растений это не время для посевов и посадок поэтому вот 3 мы не планируем не посевы не посадку рассады но посадку рассады вообще в стрелеце не рекомендуется почему мы уже проверяли много раз растет очень слабая корневая система и растение не дает тот результат на который мы рассчитываем но 4 можно посеять зерновые сидераты стрелец покровительствует зерновым сидератом это не значит что будут будет урожай зерна а это значит что будет хорошая зеленая масса корневая система слабая но самое главное нам нужна зеленая масса которую мы закапываем землю на то это и сидерат и так дальше идем в субботу воскресенье для цветов актуально здесь у нас третьего защита от вредителей от болезней для комнатных растений но 4 можно собирать семена цветов а также выкапывать если уже созрели луковицы гладиолусов выкапываем и готовим их к закладке на хранение но естественно защита от вредителей и болезней очень актуально в эти дни поливы бесполезно проводить растение не воспринимают знаки стихии огня воду но а подкормки тем более потому что в это время без воды питательные вещества просто не впитываются они принимаются клеточками растений для сада для сада конечно же стрельцы всегда хорошо собирать урожай и перерабатывать ну и готовьте уже посадочные ямы очень быстро летит время и уже в октябре нужно будет высаживать садовые растения готовьте это все сейчас для зеленых операций время сейчас неподходящее растущая луна и знак стрелец и переход луны никаких зеленых операций зато напоминаю сбор урожая заготовки все виды заготовок приветствуется получается хорошо настойки делайте тоже и лекарственные и ягодные любые настойки которые вы делаете урожай достаточно хороший в этом году готовьте сбор лекарственных трав очень хорошее время собирайте для рыбалки в это время не подходящие в стрельце рыба вообще не ловится для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней идем дальше понедельник и вторник понедельник будет переход луны и знака стрелец в 5 часов 4 минуты в знак козерог то есть мы можем уже с 8 9 часов заниматься всеми важными делами посевными посадочными и так 5 и 6 напоминают мне просят подсказать когда можно посеять семена вершков то есть в теплице или же высаживают в горшки в контейнере для того чтобы получать зимой урожай тех же огурцов помидора перца баклажаны это все можно в это время сеять семена вот этих культур очень хорошо это время сеять семена салатов сидератов разных а также не забывайте высадить лук чеснок для получения витаминной зелени время летит и вы в октябре уже будете иметь витаминную зелень вот это у нас можно делать 5 и 6 с рассадой любые виды деятельности пересадка посадка перевалка все это очень хорошо делать итак идем дальше цветы те которые на улице многие уже ожидают когда же можно делить корневище и рассаживать наши цветы причем многолетние цветы и есть много вопросов на эту тему пожалуйста планируйте 5 и 6 делить корневище и рассаживать ваши цветочные или другие растения декоративные какие-то растения все это и 5 и 6 очень хорошо будет но естественно рассаживаете пионы или высаживаете если вы получаете или купили ландыши это очень хорошее время вот 5 и 6 для этих цветов прекрасно также можно высаживать уже луковицы весенних цветов для севера это очень актуально но и у нас очень актуальная тема оказалась черенки и укоренение это растущая луна зеленые операции нельзя делать но на черенки это продолжение самого растения размножение это исключение из правил на растущей луне а также для одного из знаков дева еще это знаки земли у нас мы в 9 тоже только нарезаем черенки но если бы была убывающая луна в козероге мы могли бы обрезать растение обрезка это удаление частей растения и зеленых и созревших одревесневших но черенки мы нарезаем для того чтобы укоренить и продолжить растение вот так такую информацию я получила ответ на ваши вопросы из эфира и даю вам эту информацию в эфире все это есть и есть эти подсказки так что спокойно только нарезаем черенки для укоренения не более и все будет хорошо с вашими растениями и черенки укоренятся ну а для комнатных растений актуальны поливы и подкормки но не забывайте что и защиту можно проводить в это время все зависит от необходимости от того что у вас происходит с вашими растениями поливы в это время прекрасно это эффективные самые эффективные поливы и самые эффективные подкормки подкормки можно и под корень и по листьям это знак корня поэтому подкормки очень эффективны в саду естественно в саду полива и подкормки подкормки у нас кремний калий напоминаю по листьям обычно это проводят потому что уже надо быстро уже готовить растения к зимовке и древесина должна созреть и в это время вот уже актуальна посадка саженцев абсолютно всех саженцев но с закрытой корневой системой не спешите если листья еще находятся на растении пересаживать я такие способы делала вот эксперименты к сожалению неудачные вспоминается конечно жаль что потерялись растения но опыт есть уже позади и мы не используем сентябрь для пересадки или посадки с открытой корневой системой любых садовых растений и здесь же их войны и декоративные все 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 растения не высаживаются с открытой корневой системой только саженцы закрытой корневой системы это идет своеобразная перевалка но и в саду также актуальны черенки и укоренение я уже об этом только что говорила что черенки являются продолжением растения и размножение это растений нарезаем ровно столько сколько нужно для того чтобы укоренить не более зеленые операции не проводим но череночки нарезаем для укоренения сбор урожая в козероге прекрасное время заготовки тоже отлично настойки отлично лекарственные травы тоже собираем а рыбалка пока на растущей луне очень слабая наш знакомый рыбак просто говорит отдыхаем мы в это время какой-то мелочь поймал для кошки и не более так что подумайте если нужно отдыхнуть отдыхайте для комнатных овощей очень актуальные поливы и подкормки прекрасные они будут эффективны так что воспользуйтесь этим моментом 5 и 6 сентября в козероге полейте и подкормите свои комнатные растения продолжаем наш выпуск очень интересная сейчас будет информация будьте внимательны надеюсь она вам поможет сберечь свое здоровье свое хорошее позитивное настроение потому что у нас ожидают очень сложные энергетические дни 3 и 4 5 и 6 сентября 2022 года что здесь нужно знать снова же это время ведь я добавила благодаря вашей просьбе магнитные бури именно эти дни я буду добавлять тогда когда вот это будет очень актуально в эти дни у нас продолжаются магнитные бури солнце посылает в адрес земли и землян очень много энергии и эта энергия позитивная эта энергия очищающая стабилизирующая очень нужная энергия для человечества для земли но все зависит от того кто как это воспримет и как пропустит эту энергию это отдельная тема но давайте мы посмотрим сразу же вместе с сильной бурей вот смотрите 3 4 5 чуть чуть меньше умеренная и слабая буря 6 но все дни мы будем подвержены вот этим солнечным потоком энергии кроме того что у нас сильная буря намечается магнитная 3 3 и 4 сентября формируется практически он сформирован тао квадрат с участием луны марса и солнца и в это время точная оппозиция меркурий юпитер и меркурий останавливается перед ретроградностью своей в это время очень энергии такие сильные хочется ругаться с кем-то к чему-то придираться хочется спешно что-то сделать обидеться и поэтому будут неправильные действия плюс еще магнитное буря и мы как раз в эти дни совершаем непоправимые ошибки их нельзя будет потом исправить поэтому не начинаем новые дела ни в коем случае и не покупаем дорогостоящие какие-то товары точь только обычные продуктовые товары которые необходимо купить на вот эти дни больше мы не приобретаем видите очень сложные дни энергетические 3 4 и сразу рассмотрим и эти энергетические дни 5 и 6 5 у нас оппозиция меркурий юпитер и начинается статичность с меркурия плюс умеренная буря магнитная солнечные энергии идут поэтому нельзя начинать новое дело и покупать дорогостоящие покупки вы скажете что же делать если хочется и нужно что-то купить тем более меркурий у нас будет уже переходит в ретроградность при таком меркурий покупки дорогостоящие к сожалению не очень не то что не очень а лучше этого не делать поэтому смотрите что мы делаем дальше вот шестое 6 сентября формируется тригон солнце луна уран хороший день для реализации вот если вы что-то начинали и у вас как-то вот стопорилось дело вот эти дела можно начинать то есть начало какого-то дела которое раньше было начато вот долго не шло можете это дело продолжить и она очень хорошо теперь будет реализовываться только старые дела ну и очень важный момент вот этот момент когда вот кстати формируется вот этот формирующий тригон дает вот хорошее кстати настроение но здесь у нас слабая магнитная буря можно покупать уже дорогостоящие покупки это кстати практически один из дней наиболее эффективных для покупок можно начинать дела которые раньше не начинались что-то было задумано зарегистрировано а вот не шло вот это сейчас как раз можно делать но и покупки это одни один из дней всего сентября когда можно сделать дорогостоящую покупку ну и далее у нас меркурий будет ретроградный поэтому уже с покупками мы просто напросто должны хорошо взвесить все за и против просто покупаем то что необходимо ну и что касается здоровья будьте внимательны и вот вы весь период вообще весь сентябрь вот сатурн в квадрате к урану и это время очень сложные для здоровья могут вылезать различные проблемы плюс смотрите столько напряженных энергий магнитные бури и все это вместе дает нам задачу ставит нам задачу чтобы мы отнеслись к себе со слабинкой дали отдохнуть не переусердствовали в работе берегите пожалуйста себя ну а теперь будем рассматривать наши обычные все обычные рубрики вот этого раздела нашего видео и вернемся к тому что нас волнует вот если вы в сентябре сейчас вот резко похолодание идет и нужно протопить печку первый раз идеальное время 3 и 4 сентября в стрельце вот эта пробка которая образовалась в дымоходе она прекрасно выдвигается но правда помните что надо с небольшого количества бумаги разожгите чуть-чуть там щепок для того чтобы пробилась эта пробка и эта пробка пробивается намного проще вообще просто в стрельце очень быстро это происходит и дым не идет назад в дом это касается любых вот и печка и камин все что у вас не пользуются этим сейчас вот очень важно вот это можно сделать начинать протапливание печки в месяце сентябрь для тех где холодно для этих регионов и сразу хочу предупредить смотрите из сильное магнитное буря и плюс противостояние планет и плюс растущая луна в стрельце очень пожароопасная ситуация причем везде будьте внимательны с огнем с электрическими приборами чтобы не было проблем но вот что касается огня мы все разобрали со стрижкой волос из-за того что у нас 3 переход луны из первой во вторую фазу мы не стрижем волосы потому что это у нас идет полнолуние это как маленькое полнолуние это очень серьезная стрессовая ситуация и нельзя в это время срезать волосы вообще беспокоить свое тело поэтому и ногти в это время мы не режем не состригаем и не стрижем волосы и покраска волос в знаке стрелец на растущей луне приводит к тому что сжигаются волосы даже органика но это не очень хорошо не воспринимается в это время краска волосами но но сразу же хочу сразу же что касается этих дел связанных с волосами и с ногтями вы можете уже 4 воскресенья и постричь волосы в стрельце уже эти энергии исчезнут и постричь ногти покрасить волосы нельзя а вот мыть волосы хорошо уход за кожей в знаке стрелец знак стихии огня не воспринимается нашими клетками никакие питательные вещества не вода ничего как и у растений так и у нашего организма очистка кожи на растущей луне не проводится рукоделие нет усидчивости вечно какие-то новые дела что-то куда-то отвлекаешься и не получается ничего в это время но и тем более что это вот время сложное такое сильное магнитное буря полежите это будет лучше для вашего здоровья для теста в знаке стрелец нужно добавлять жидкость или уменьшать количество муки то что указано по рецепту стирка и уборка в стрельце некачественная лучше перенесите на другое время уже есть какое время а вот ремонтные работы энергии очень много очень хорошая энергия и качество работ будут ремонтные и побелка покраска все прекрасно будет проходить и проветривание вещей в этом знаке тоже очень хорошие идем дальше у нас идут такие дни это у нас козерог 5 и 6 и здесь у нас ситуация совсем другая уже мы рассмотрим сейчас именно дальше печка вот если вы не не разожгли не протопили печку в стрельце и хотите это сделать в козероге не делайте будет много дыма и весь дым вернется в дом поэтому видите пишу предупреждаю не делайте этого вы кстати заранее уже можете спланировать потому что у вас есть тем более если вы где-то выезжаете на дачу то суббота воскресенье отличное время видите для того чтобы протопить первый раз камин или печку идем дальше стрижка волос прекрасно в козероге стрижка ногтей тоже хорошо покраска волос вот очень плохо красится в козероге потому что в это время не воспринимается только вот энергия идет корням если корни нужно покрасить можно использовать но лучше пропустить это время мыть волосы хорошо в это время уход за кожей вот здесь питательные маски прекрасно сработают все пойдет по назначению очистка кожи на растущей луне не проводится и вот наступает вот это творческое время когда можно сесть заняться записью во первых могут приходить в это время очень интересные идеи особенно вот этот день 6 когда солнце тригон солнце луна уран очень интересные идеи записывайте но и творите шеете вышиваете вяжите все прекрасно получится для теста норма то есть по рецепту ничего не увеличиваете не уменьшаете стирка прекрасно может пройти и уборка в это время а вот ремонт и проветривание вещей был опыт ремонта переделывали очень глубоко впитывается краска и получается эти щетки видны приходится потом переделывать поэтому перенесите эти работы или сделайте раньше или мы будем рассматривать позже эти же работы которые можно будет сделать уже позже связанные с ремонтом луна для здоровья такая у нас следующая под рубрика и так 3 4 сентября луна будет находиться в знаке стрелец 3 переход луны из 1 во 2 фаза очень напряженное время и нужно в это время просто казалось бы растущая луна организм в это время ослаблен поэтому нужно высоко калорийное питание овощи и фрукты а также в это время тишина и есть еще раз магнитная буря тоже заставит хотите спать спите пожалуйста потому что нужно принять вот эту новую энергию солнечную для того чтобы трансформации прошли в нашем теле благоприятно и все было хорошо для нашего здоровья а напоминаю что в дни нахождения луны в стрельце уязвимы печень тазовые кости органы малого таза бедра кровеносная и нервная системы будьте осторожны в это время с алкоголем с различными копченостями жирными продуктами но и очень внимательно отнеситесь к лекарствам при луне в стрельце имеется ввиду и 1 кстати 3 сентября при переходе с первой во вторую фазу тут вообще нельзя никакие операции проводить а в четвертого также нельзя проводить операции на печени другие полостные операции при которых наблюдаются большие кровопотери и нельзя в это время проводить ортопедические операции в это время будьте внимательны обостряются такие болезни цирроз гепатит гипертония и ишемическая болезнь сердца опасны бактериальные вирусные паразитарные инфекции но в это время можно лечить органы дыхания ангины и бронхиты трахеиты риниты гаймориты конъюнктивиты а также мигрени гипер и гипотонии щитовидную и вилочковую железы и в это время рекомендуется проходить вот снимки делать своих органов которые нужно проверить в это время флюорография менее всего вредна для нашего организма идем дальше понедельник и вторник это время растущей луны в знаке козерог а в козероге уязвимы желчный пузырь скелет костная система кости суставы сухожилия и особенно обратите внимание на колени также нужно очень внимательно относиться к своим зубам всем костям и все что касается костной системы наши кости становятся хрупкими в козероге ломкими и поэтому велика опасность переломов в это время нельзя проводить операции на костях на коленных суставах на костном мозге нельзя отправляться в стоматологию для для удаления зубов это только экстренные случаи лучше перенести эту операцию на другое время очень долго потом заживают эти раны и с зубами проблемы я это прошла поэтому такая вот подсказка кстати в это время обостряются также болезни такие как радикулит желчекаменная болезнь дает о себе знать межпозвонковые грыжи остеохондроз артрит и но вот есть и хорошая новость для времени 5 и 6 в козероге можно проводить операции на легких на желудке и эффективное лечение астмы заболевания дыхательных путей а также можно лечить диабет гастрит гастроэнтерит болезни желудка язвы а также двенадцатиперстной кишки вот на сегодня все очень много информации надеюсь вы внимательно все послушаете правильно примете свои решения на основании полученной информации и наше видео будет полезным для вас видео как всегда подготовили авторы канала раиса греченко и александр волик мы прощаемся с вами с хорошими пожеланиями мира добра а также здравия особенно актуально будет здоровье особенно актуально будет ваше состояние берегите пожалуйста себя в это время еще раз еще раз спокойствие только спокойствие ну что ж прощаемся всего-навсего до следующего видео пока пока ваше состояние